Добрый день! Новый день! Бог любит вас! Поздравляю вас с началом весны! Марта уже весна идет, весна это сезон пробуждения, сезон надежды, сезон новой жизни. И в начале весны у нас такая веселая тема. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Давайте мы друг друга приветствуем. Покайся и веруй в Евангелие. Сейчас я вижу несколько новые вьетнамские братья сёстры. По-русски все нормально понимаете? Не слышу, да? А, тогда пастор Давид, скажи им по-вьетнамски тему. Просто громко скажи, чтобы они... Ещё раз скажи. Только не так быстро. Громко, пастор Давид, вот это. Скажи, что это тема сегодня. И громко тема. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец благодарен Тебя за то, что Ты по Твоей любви и милости спас нас и дал нам Иисуса Христа, Своего Единородного Сына, и в Иисусе дал нам новую жизнь, Евангелие. Господь, сейчас мы хотим ещё раз слушать Евангелие Иисуса Христа. Аминь. Ты дай нам в наше сердце принять это слово и покаяться, и веровать в Евангелие Иисуса Христа. Аминь. Будь с нами сейчас. Молимся мы Иисуса Христа. Аминь. Ключевой стих сегодня, первая глава от Марка, стих пятнадцатый. И говорят, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы живём очень сложное и неспокойное время. С одной стороны, угроза военного конфликта с Россией. С другой стороны, в Украине может быть финансовый кризис или даже дефолт. И снова задержки в зарплатах и в платежах. И болезни становятся всё страшнее и сильнее. И очень много другого, очень много плохих вести. Но в это время Бог даёт нам начало Евангелия Иисуса Христа. Аминь. Евангелие – это самая хорошая новость в нашем мире. Аминь. Если мы принимаем Евангелие, никакая плохая новость в этом мире не может потревожить нас. Аминь. Царство Божие пришло в этот мир. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Аминь. Я молюсь, чтобы через это слово мы открыли своё сердце для Евангелия Иисуса Христа. Аминь. Первая часть. Проповедь Иоанна Крестителя. Посмотрите на первый стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Слово «Евангелие» означает «хорошая» или «счастливая новость». Это слово появилось в римской армии и означает «новость о победе». Также оно использовалось как «новость о новом императоре». Здесь же перед нами Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. Это Евангелие означает «новость о спасителе» и «о спасении». Аминь. Подобно тому, как в бытие, словом «в начале» началась история Вселенной. Точно так же Евангелие Иисуса Христа стало началом новой истории, истории спасения и победы Царства Божьего. Аминь. Победы Иисуса Христа над властью тьмы, греха и смерти. Аминь. Взгляните на стихи 2-3. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Евангелие Иисуса Христа это начало. Однако, оно не появилось из ничего и из ниоткуда. Евангелие Иисуса Христа было обещано Богом через пророков, и Он пришел, исполнив Слово Бога в Ветхом Завете. И как написано у пророков, что Бог пообещал послать ангела своего перед спасителем, чтобы приготовить путь Ему, пришел Иоанн Креститель. В то время служение Иоанна Крестителя было известно среди людей по всей Римской империи. Все люди явно видели в нем пророка от Бога. Молва о нем была везде, и все приходили к нему креститься. Какова же была миссия Иоанна, и что он делал? Иоанн ясно осознал свою миссию приготовить путь для Спасителя. Вы помните, когда в Одессу приезжал Янукович или Азаров? Когда все дороги, где он будет ехать, закрывали гаишники, очищали от машин, даже эвакуаторами. И на каждом квартале было несколько милиционеров. А в Римской империи, если император приезжал куда-то, для этого организовывали шествие по главной улице, и улицу очищали до блеска, украшали цветами, флагами и гербами. Иисус пришел не для того, чтобы шествовать в славе перед нашими глазами. Иисус пришел для того, чтобы войти и воцариться в нашем сердце. Однако, путь к сердцу грешника очень трудный. На этом пути много преград, гордости и самоправедности. Много скрытых, тайных грехов. Много ложных убеждений и комплексов. Много хитрости, обмана и лицемерия. Все это неровные пути, которые мешают Иисусу войти в наше сердце. Например, одна девушка влюбилась в парню. Она пытается скрыть это и не признается в этом. Она забаррикадировала и замаскировала путь к своему сердцу. Поэтому Иисус не может войти в ее сердце. Она считает себя хорошей верующей, но на самом деле она все больше и больше страдает из-за власти греха без Иисуса. Чтобы принять Господа, необходимо очистить сердце и приготовить путь. Нам нужно очистить мысли. Нужно бросить все нечистые мысли, мирские мысли. Освободить сердце от мирских вещей, стремлений и желаний. Надо выбросить все похотливые мысли, свои мечты и фантазии, и свой план. Наше сердце нужно очистить для Господа. Как же Иоанн Креститель приготовил путь к Господу? Взгляните на стих 4. Давайте прочтем вместе 4 стих. Начнем. «Явился Иоанн Креститель в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Что нам нужно, чтобы очистить свое сердце? Громко и красиво петь христианские песни? Или читать много духовной литературы? Приготовить путь Иисусу можно только через покаяние. Во времена Иисуса грех стал культурой. Потому что даже священники легко пропускали грехи или шли на компромисс. А люди, тем более, относились к грехам очень легкомысливно. Но Иоанн Креститель сердцем Бога бросил вызов. Он проповедовал покаяние для прощения грехов. Он суровым взглядом и резкими словами обличал, запрещал, увещевал со всяким долготерпением и назиданием. Даже причиняя боль, Он хотел помочь людям покаяться. Откуда у Него такая смелость? Это от духовной и очень горячей любви к Агнцам. Духовная любовь – это помочь покаяться. Поэтому, несмотря на Его внешнюю жестокость, люди чувствовали огромную любовь Бога в Нем. И приходили к Нему все больше и больше. Посмотрите на стих 5. «И выходили к Нему вся страна иудейская иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои». Все приходили к Нему с покаянием и исповедовали свои грехи. Молодой фарисей, услышав проповедь Иоанна, подошел к Нему и со слезами сказал, «Пастырь Иоанн, я изменил свои жизни, мне нет прощения». И тогда Иоанн сказал, «Покайся и получишь прощение грехов». И он крестил его в Иордании, чтобы тот начал новую жизнь. Все исповедовали свои грехи. Когда мы исповедуем свои грехи, мы получаем сокрушенное сердце перед Богом. И это и есть подготовка к прощению грехов. Когда же мы принимаем Иисуса, мы получаем крещение с этим Духом. И это дает нам прощение грехов. Все люди приходили к Иоанну Крестителю. Здесь мы видим, что душа человека хочет покаяться. Согласны? Люди хотят слушать проповедь о покаянии. Поэтому мы не должны бояться проповедовать покаяние. Люди хотят жить святой жизнью. На самом деле хотят. Я вам пример один скажу. Очень плотский пример. Знаете, мальчики очень любят девушек, когда короткой юбки. Или очень соблазнительной одеждой. Но я вам с сестрами особенно не знаю, знает или нет, открой секрет. Если девушка очень свято выглядит внутри, в сто раз больше привлекательна. На самом деле, это на самом деле так. В сто раз больше хочется такую женщину иметь, допустим, своей женой. Люди хотят жить святой жизнью. Люди хотят быть чистыми. Люди каялись открыто и свободно исповедуя свои грехи, потому что они приняли решение окончательно расстаться с ними и жить по-новому. Нежелание исповедовать грех только в одном. В том, что человек еще хочет грешить. В первом послании Иоанна 1, 8-9 написано. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истин нет в нас. Если не исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Скрывая свой грех, человек обманывает прежде всего самого себя. Но исповедуя грехи, мы получаем прощение грехов. И Иисус очистит нас от всякой неправды. Отвечет. Посмотрите на стих 6. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на череслах своих и ел акриды и дикий мёрт. Подобную одежду носили многие древнееврейские пророки и подвижники. Но особенно она подразумевает пророка Илью. Потому что сказано, что предтеча придет в духе и силе Ильи. Кожаный пояс указывает на то, что он считал себя духовным солдатом. Здесь мы видим, что Иоанн Креститель для своего служения специально удалился от мирских благ. Он был человеком миссии. Самый страшный враг для человека миссии – это лень. Лень превращает пастыря и служителя Бога в злодея, через которого и агнцы, и все вокруг получают не любовь к Богу, а только раны, обиды и отчаяния. Мы должны посмотреть на себя честно. Служил ли я Богу всем сердцем или стал ленивым? Пусть Господь исцелит нас. Аминь. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись развязать ремень в обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Несмотря на огромный успех своего служения, Иоанн Креститель никогда не терял своей сущности. Его служение – это всего лишь подготовка для славного служения миссии. Люди склонны превозносить и возвеличивать других выдающихся людей. Тем более, они хотели превозносить явного слугу Бога. Они видели, явно это слуга Бога. Однако Иоанн в своем служении всегда отворачивал внимание от себя к Иисусу. Он постоянно, специально унижал себя, чтобы люди не слабили его. А приготовили сердце принять Иисуса. Даже когда, помните, его спросили, кто же ты? Ты пророк? Он просто, нет. Хотя он на самом деле пророк. Но он специально унизил себя, потому что только до Иисуса смотрите. Он только. В то время, обычно рабы завязывали и развязывали обувь своим хозяйцам. Иоанн Креститель сказал, что он не достоин развязать ремень обуви его. Дальше он учил. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. Крещение водой, это крещение покаяния. Это наше желание жить новой жизнью. Но это еще не новая жизнь. Но Иисус Христос будет крестить Духом Святым. Только Иисус Христос дает нам победу над властью греха и смерти и новую жизнь. Вторая часть. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Зайти на стих 9. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галерейского и крестился от Иоанна в Иордане. Иисус пришел к Иоанну в предтече креститься. Люди крестились от Иоанна для покаяния. Но Иисус крестился не для того, чтобы покаяться, а чтобы повиноваться воле Бога и сочувствовать пути людей. Он повиновался порядку. В церкви бывает такой человек, который постоянно спорит и отказывается слушать пастыря и духовно старших. Вот такому человеку нужно просто поглубже поразмышлять над вопросом, почему даже Иисус крестился от Иоанна. Мы не будем это глубоко размышлять. Кого есть проблема, размышляйте глубоко. Посмотрите на стихи 10 и 11. Давайте прочтем вместе. Начнем. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и духа, как голубя, сходящего на небо. И глав был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором на мое благоволение. Во-первых, Святой Дух сошел на Него, как голубя. Многие путают, что Святой Дух сошел в виде голубя. Но это не слово говорит не о виде, а о характере Святого Духа, почившего на Иисусе. Святой Дух сошел не как ястреб или как коршун, и не как огонь, как на учеников в День Пятидесятницы. Голубь опускается очень медленно и спокойно, очень кротко. Видели, как голубь опускается? Это говорит, что Иисус, Небесный Царь, принял Дух смирения, чтобы смиренно пройти путь Креста и умереть, как кроткий Агнец Божий. Во-вторых, Бог засветительствовал Иисусу лично Своим Словом. Слово Бога важнее любого сертификата или диплома. Если Бог лично дал Своё Слово, ничто не может разрушить это свидетельство. Приняв служение Иоанна, Иисус занял Своё местро в центре истории Бога. Что Он сделал в первую очередь? Зляйте на стихи 12-13. «Немедленно после того Дух ведёт Его в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной, и был со зверями. И ангелы служили Ему». Иисус не отправился в Иерусалимский храм свергать первосвященника. Первым делом Иисус отправился в пустыню. Иисус в пустыне сорок дней был искушаемый сатаной, для того, чтобы понять нас, наши немощи. Иисус должен был победить в искушениях, чтобы стать лидером нашего спасения. Аминь. «Когда я звонил брату Луке во Вьетнам и пытался укрепить его вере, он сказал, «Пастырь, вы не можете понять моей ситуации». Иисус сорок дней терпел искушения в пустыне. Сначала хлебом, затем доверием Богу, и в конце концов через власть и славу. Иисус победил искушения сатаны, чтобы дать нам победу. Теперь в Иисусе Христе каждый из нас может победить любое искушение сатаны. Аминь. Залейте на стих 14. Давайте прочтем тоже. Начнем. «После же того, как предан был Иван, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие и Царствие Божие». Здесь мы видим, что время служения Иисуса было темным временем. Зло владычествовало над добром, силой и властью. Люди в такое время либо отчаиваются, либо тоже зло реагируют. Но что делал Иисус? Иисус покинул Иудею и пришел в Галилею, проповедуя Евангелие и Царствие Божие. Иисус видел, что главная проблема того времени – это отсутствие Слова Божьего. Иисус проповедовал Слово Божье и призвал учеников. Но наше дело – это тоже проповедовать Слово Божье. Это единственное решение всех проблем. И это единственный путь. Посмотрите на стих 15. Давайте прочтем. Начнем. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Время пришло. Царство Божье, Царство Любви, Свободы и Истины уже очень близко. Спасение рядом. Закончилось время бессмысленных колебаний, время отчаяния и время тьмы. Пришло время покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Что же такое покаяние? Давайте мы чуть-чуть подумаем еще раз. Во-первых, это акт эмоций. Покаяние – это глубокое и сокрушенное раскаяние в своих грехах. Это первое. Во-вторых, покаяние – это акт ума. Мы должны признать и исповедовать свой грех перед Богом. И в-третьих, это акт воли. Это решение – развернуть свою жизнь на 180 градусов и больше не поступать так, как раньше. Покаяние – это значит бросить грех. Бросить желание грешить. Нам нужно теперь иметь святое желание. Нам нужно изменить свои мысли. До сих пор мы жили ради себя, но теперь мы должны жить ради Бога. Мы должны жить теперь ради славы Бога. Нам нужно с сокрушенным сердцем, со слезами покаяться в своих грехах и верить в Евангелие Иисуса Христа. Иисус сказал – покайтесь и веруйте в Евангелие. Что же это за Евангелие? В Евангелии от Иоанна 3, 16 написано – «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие – это весть о любви Бога. Бог не хочет уничтожить грешника, а хочет спасти. Бог послал Своего Сына в мир не для того, чтобы осудить нас, а чтобы через жертвоприношение Своего Единородного Сына спасти каждого из нас от власти, греха и смерти. Всякий верующий в Иисуса Христа не погибнет. Верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов и имеет жизнь вечную. Через это слово я увидел, что стал ленивым и безответственным пастырем, который не очень внимательно относился к Агнцам. Когда на Новый год перед отъездом во Вьетнам брат Лука сказал мне, что родители уже выбрали его жену, я не очень серьезно отнесся к этому, даже не много шуткой, и не помог ему всеми силами покаяться. В тот день я хотел побыстрее уйти домой, и когда он был во Вьетнаме, я забывал молиться за него каждый день. Поэтому брат Лука попал в серьезное искушение и совершенно потерял веру. Я каюсь в том, что за последний месяц ни разу не посетил университет. Хотя у меня каждый день срабатывает будильник в 12.20, но я уже по привычке просто выключаю его и продолжаю заниматься своими делами. Я каюсь, что за последний месяц ни разу так и не сел писать с Огам, хотя потратил кучу времени в интернете и посмотрел как минимум три фильма. Я каюсь в своей лени и прошу Иисуса простить мои грехи. Я молюсь, чтобы Господь помиловал брата Луку и спас его. Я молюсь, чтобы Господь дал мне дух бодрствования, дух пустыни, чтобы горячо служить Агнцам. Аминь. Вы знаете, что Бог хочет от нас? Бог хочет, чтобы мы покаялись. Мы сейчас слишком далеко отошли от Бога. Есть одно, что должно быть всегда и у каждого в церкви. Это покаяние. Без покаяния церковь умирает. Иисус сейчас настойчиво просит нас. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Аминь. Мы молимся. Господь. Ты пришел, чтобы спасти нас. Благодарим за то, что ты дал нам покаяние. Господь прости наши грехи. Дай нам каждому покаяться. И иметь веру в Иисуса Христа нашего Спасителя. Помилуй нас, оживи нашу церковь Сделай нас источником благословения И поставь нас царством священников Молимся во имя Иисуса Христа